Я в московском комсомольце это прочитал, так как я имею к этой этнической группе отношения, я имею право это рассказать. Я очень смеялся и навсегда это запомнил. Председателя моей нации арестовали документы и посадили в обезьянник. Там сидело два афроамериканца, и в какой-то момент полицейский подошел и сказал, ну ты черножопый, выходи. На что афроамериканцы повернулись к нему и сказали, это вас. Понимаете, это было написано в московском комсомольце, наверное, там лет 20 или 20. Вот, к чему это рассказывает, понимаете, эта страна очень многоконфессиональная и очень многонациональная. Не дай бог это загорится, не дай бог. Я просто видел этот ад, когда начиналась война в Абхазии, когда это только начиналось. Это еще был Советский Союз, ему оставалось жить там чуть-чуть. И что происходило на улице, как было страшно. Я помню, что мы с мамой отдыхали, это был дом кинематографистов знаменитый в Пицунде. Когда вдруг пришли, сказали, сегодня ночью будут резать грузин. И мы с мамой, еще там были наши друзья, мы все нашим номером закрылись, мы этот шкаф двигали к двери, значит, закрывали окна, на готове там были швабры, еще бог знает что, чтобы отбиваться. Это очень опасно на самом деле. Если бы я это в детстве не прошел, ну так, по касательной хотя бы, нас очень сильно охраняли, там этот дом отдыха, но все равно это было все очень неприятно. Не дай бог кому он любит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!